Сегодня мы с вами приготовим интересное и вкусное блюдо, подходящее для сезона поздней осени. И понадобится нам, в принципе, два основных ингредиента, помимо соуса, это сладкий картофель. Вы можете использовать как азиатский сладкий картофель, так и батат. 500 грамм нам будет с вами нужно. И вы можете как почистить картофель, так, собственно говоря, использовать его с кожурой при условии, если хорошо помоете. Также нам потребуется пекинская капуста, 200 грамм. Можно использовать не только пекинскую капусту, но и обычную белокочанную капусту. Нам нужно будет, конечно же, ее хорошо промыть. Теперь мы приступаем к нарезке ингредиентов. Как картофель, так, собственно говоря, и капусту мы нарезаем с вами относительно крупно. Вы можете нарезать и картофель, и капусту кусками совершенно абсолютно любой формы, желаемой вами по вашему выбору. Я вот нарезала вот таким вот образом капусту, можно сказать, квадратами, а картошку вот так вот остроугольно. Как вы видите, они практически получились визуально объемом один к одному. Теперь мы делаем острый соус. Ингредиентов будет немного использовано. Основа же соуса – это острые чили пасты кучудян, 2,5 столовые ложки. Можно купить в магазине корейских товаров или приготовить самому дома. Линк вверху на рецепт. Соевый соус добавляем 2 столовые ложки. И также вода – 3 столовые ложки. Добавляем туда же, в миску. И далее подсластитель. Вы можете его как использовать, так и не использовать, в зависимости от того, насколько сладкий картофель. Или же можете добавить мед, сахар или же сироп, где-то 1 чайную ложку для большей сладости вкуса. И теперь нам нужно будет все хорошо помешать. Как вы видите, консистенция достаточно жидкая получается. Теперь мы берем крахмал, совершенно абсолютно любой, 1 столовую ложку и 2 столовые ложки воды. Нам нужно будет развести крахмал в этой воде для того, чтобы получить крахмальную воду. Это для загустения соуса. Это по желанию вы можете и не использовать крахмальную воду и не загущать соус. В общем, мы подготавливаем острый соус, крахмальную воду. И также нам еще с вами потребуется либо красный, либо зеленый, тонко нарезанный перец чили 1 штука. Это тоже по выбору. Теперь, когда все готово, мы ставим сковороду на средний огонь. Туда в сковороду заливаем 120 мл воды, это для начала. И закладываем нарезанный подготовленный картофель, весь целиком, что у нас есть. И нам нужно будет его тушить на среднем огне, при этом помешивая картофель. Вообще, в принципе, вы можете предварительно картофель либо отварить, либо пропарить. Тогда вот эта вся процедура приготовления его тушения на сковороде с водой вам не потребуется. Мы же по необходимости подливаем воду, если выбрали способ тушения в воде на сковороде. И продолжаем готовить таким вот образом на среднем огне, помешивая, доводя его до готовности. Как проверить, что сладкий картофель готов, проткнув его, например, там либо вилка, либо палочка для еды, свободно протыкается, значит готов. Когда картофель готов, мы закладываем капусту, там белгочаную или пекинскую, какую мы выбрали, весь объем, нарезанный нами. И нам нужно будет хорошо перемешать капусту с картофелем. После того, как мы их перемешали между собой, мы заливаем прежде подготовленный острый соус, весь его объем, и после этого сразу уменьшаем огонь до слабого, и все хорошо перемешиваем с соусом. Теперь берем крахмальную воду, она за это время может затвердеть, ее нужно будет помешать, и добавляем где-то 2-3 столовые ложки. Опять же говорю, если не хотите, чтобы загустеть ваш соус, то крахмальную воду не добавляйте. Все хорошо перемешиваем, добавив крахмальную воду, и все, выключаем огонь. Остается только добавить кунжутное масло, 1 столовую ложку. Кстати, некоторые его и не добавляют, это уже тоже по вкусу можно. И добавляем еще обжаренные кунжутные семена, пол столовой ложки. Закладываем нарезанный перец чили, если хотим, чтобы было остренько, если не хотим, пропускаем. И осталось нам еще раз все хорошо между собой перемешать. И, собственно говоря, блюдо готово. Можно его сервировать. Кладем на сервировочную тарелку, подаем к столу. Можно еще раз немножко посыпать щепоткой кунжутных семян. Это блюдо, оно может быть как закуской к основному блюду среди остальных закусок, а может быть и гарниром. Например, вы там сделали какое-то мясо. Есть сегодня, вместо того, чтобы, как обычно, например, пожарить или отварить картошки, сделать вот такое вот блюдо. Вообще, оно отлично идет за белым отварным рисом, с каким-нибудь супом, как у меня было сегодня на обед. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам приятного аппетита. Здесь уже еще распределенный способ приготовления и ингредиенты. До новых встреч!